Всем привет, дорогие друзья! Пишу приветствовать вас с красной площади. Мы здесь не были уже на протяжении полугода, наверное, точно. Уже успели соскучиться. В Москве сейчас проходит в ГУМе фестиваль цветов. Здесь очень много красивых клумбочек. Если вы не видели, то можете посмотреть предыдущее видео с ГУМом. А сейчас у нас прогулка по Красной площади. Пойдем сейчас прогуляемся с вами по Александровскому саду. Ну, посмотрим, чем живет Москва. Зайдем, конечно же, в охотный ряд. Посмотрим, может быть, там какие-то новинки есть интересные. Но я хочу сказать, несмотря на то, что в городе гуляет вирус, как нам об этом рассказывают, в Москве довольно-таки много народу. По крайней мере, на Красной площади. Иностранцев нет. Но как раз-таки сейчас гуляют россияне. Так вот таким вот образом сейчас выглядит у нас ГУМ. Точнее, территория перед ГУМом. Красная площадь. Вот такие вот уютные клумбочки здесь с цветами. И я обратила внимание на то, что вот все уличные кафе, веранды, оформлены вот гортензиями. Начиная от Лыбянки, мы шли... Вот практически все кафе, они как-то вот так вот выдержаны в одном стиле. И у нас прям вообще нормализовалась погода сейчас. Был очень сильный ветер. Сейчас ветер немножко поутих. И мы можем с вами посмотреть на Красную площадь во всей ее красе. Хотела Оксану, говорит, посидеть здесь вот на этой открытой веранде. Но мы уже поели в столовой номер 57. И уже сидеть как-то не хочется. Хочется пойти прогуляться. Слышите, какой звук? Всегда, когда попадаю на Красную площадь, такое ощущение, что ты находишься в каком-то таком сказочном городке. И как будто бы это действие происходит не сейчас, а где-то там далеко-далеко в прошлом. Да? Ну вот у меня лично такие вот ассоциации с Красной площадью. И для меня Москва это была, конечно, это была Красная площадь. Москва это какая-то большая Красная площадь. Да, и когда мы ехали бабушкам, для меня самое главное это побыть здесь, постоять и обязательно рассказать в школе, что я была на Красной площади. Нет, а помнишь, здесь же еще делали фотографии, но сейчас тоже делают, но у каждого есть свой фотоаппарат, да? Да, да, да. А 20 лет назад ты даже представить себе не мог, что он может быть. Оксана уже немножко рассказала. Сейчас встретили наших зрителей, неожиданно встретили. Важно. Кто бы подумал, причем, да, в одном и том же месте, считайте, да, в метре друг от друга. Ну, на самом деле, конечно, очень приятно и на самом деле неожиданно, да? Неожиданно, ну, потому что как бы ты все равно, когда ты выкладываешь видео, ты один на один с Ютубом. И вот у меня до сих пор не укладывается на самом деле, ну, вот нет понимания, да, какое количество людей, допустим, там, меня смотрит реально. То есть, ну, вот ты общаешься со всеми, с людьми, близко очень общаешься, и ты не понимаешь, что, допустим, там, видео посмотрело, там, 15 тысяч человек, 18 тысяч человек. Я даже боюсь представить 18 тысяч человек. Представляете? Это же, на самом деле, очень-очень много людей, поэтому спасибо всем зрителям большое за то, что вы смотрите, за то, что оставляете комментарии под видео, за то, что переживаете за нас, когда это нужно, подсказываете всегда, какие-то советы даете. В общем, это очень-очень здорово. Все гуляют, людям уже надоело сидеть дома. Сколько можно сидеть дома? Все гуляют. В Александровском саду, я бы даже сказала, что еще больше аншлаг, нежели чем на Красной площади. О, там фонтанчики тоже работают. Прям, знаете, сегодня так идешь, как будто открытия для себя какие-то делаешь. Потому что... Соскучились, очень сильно соскучились вот по всему, поэтому... Что можно вот так вот, знаете, начинаешь ценить обычные человеческие радости. И ценности, и свободу переживания. Ценности, да. Что можно спокойно поехать, оказывается, и пойти погулять. Ну да. А не какие-то пропуска, которые были... В один момент, когда тебя ограничили свободу, ты понимаешь, что свобода, это тоже одно из самых важных... Даже не тоже, а вообще одно из самых важных, наверное, ценностей въезде. Свобода, свобода передвижения, свобода слова. Сказать все, что ты думаешь. Знаете, какое особенное удовольствие пробежать вот здесь вот под этими струями воды, и при этом не намокнуть. Давайте попробуем. А-а-а, побежали, побежали, побежали. Ой, слушайте, а здесь все сделано так, что ты и не намокнешь. Маленькие капельки на тебя падают. Но это очень приятно, я бы сказала. Вот они, эти нашатки. И Оксана бежит. Ну, кайф! Кайф! Так. Платье? Ну, это за деньги вот эти вот фотографии с артистами. Ну, а мы хотим попасть с Оксаной сейчас в охотный ряд. В ресторанный дворик? Нет, ресторанный дворик мы не хотим, мы идем с тобой в магазин. В охотный ряд, видите, здесь как фонтан-то падает, оказалось, куда. Сверху можно потом будет посмотреть на все это действие. А, там большой фонтан? Вот сейчас пойдем посмотрим. В общем, смотри, какая красота. Ты здесь помнишь когда-нибудь, чтобы так вот прийти? Никогда. И свободно идти и гулять. Вот это да. Хочешь налево, хочешь направо. Так, ну что, обувь мне не нужна. Тебе нужна обувь? Нет. А, вот, смотрите, вот он, центральный фонтан. А мы не были, надо потом наверх подняться, посмотреть, как они сверху. Туалеты платные? Платные. Туалеты платные? Угу. Так, обувь. Такого я не видела никогда. Обувь, смотри сейчас, как делают. Тоже под кроссовки, чтобы легко. Мы сейчас как раз с Оксаной этот момент обсудили, что сейчас в основном все ходят в кроссовках каких-то. Но в кроссовках тоже жарковато, поэтому, видишь, такие формы открыты. Ну, я не знаю, вот пальцы не натираются. Нет, конечно, почему? Они же кожа. Но если кожа, можно зайти посмотреть на вот эти вот симпатичные. Три тысячи, кстати, с 40% скидкой вот такие вот кожаные. Прикольно. Ну, вот у меня тоже кожаные. Здорово. 70% скидка на летнюю коллекцию. А это вот какая-то корейская одежда из Кореи. Смотри. Все такое яркое, разноцветное. Под крокодиловую кожу тапочки. Ну, видишь, сейчас очень хорошие скидки. Тут тоже, кстати, смотри, счастливые дни. 80% скидка на все. И 30%. Очень необычный ассортимент. Мне вот эти вот разноцветные кроссовки нравятся. Ну-ка, зайти, посмотрите. Вот такой вот план. А, но они тяжелые, знаете. Они тяжелые. Сколько стоят, непонятно. Потому что здесь ценника нет. Надо смотреть, наверное, где-то. Вот они. Вот они сейчас стоят. 5 тысяч вот такие вот кроссовочки. Но они тяжелые. Они тяжелые. Вот в этих вот летом неудобно. Это вот, знаете, как на осень. Вот эти вот легкие, кстати. Легкие 5600. Красивые. Одноразовые, а очень удобные. Можно померить. Ну, легкая кожа. 1600. Померю. А знаешь, сколько стоит? 1600 стоит? Ну, сейчас. А стоили 3800. Что, вообще, хорошая цена. Ну, я единственная. Они кожаные. Вот эти вот кожаные. И, знаете, нога запотевает. Вот ее с носками носить нельзя. Вот эти вот, потому что натрешь. Это тоже самое обычное. То есть, такого плана. Ну, у меня еще кожаная стилька. Здесь хотя бы стилька не кожаная. Может быть, впитывать будет. Потому что вот у меня кожаная. У меня вот такие, как у тебя, тоже есть. Нужны некоторые? Ну, такие лишние не бывают. Они такие мягенькие. Смотрите, 1990. 2000 стоит. Ну, я тоже померю. Ну, вот эти вот у меня есть. Их стирать надо очень часто. Потому что, разумеется же, они грязнятся. А, это какой? Все лучше. Дайте мне какие вам. Ты в дырочку хочешь, да? Взяла, а главное пошагу. Как понять, удобно ли? Вот такие спорты. 32.03.40. Слушай, вообще цены, считай, центр Москвы. И невысокие цены. Ну, тут у меня тоже удобно. Они тоже дышащие. У нас в Зеленограде больше цены, выше на все. Больше еще. А мне вот красненькие. Смотри, тоже какие симпатичные. Нравятся. А красные сколько вот такие стоят? Тряпочные. 2500 вот такие красные стоят. Красные и белые есть. Не, ну я если бы брала, я бы вот такие бы, наверное, лучше взяла. В дырочку. Их без носков, Оксана. Нам наследик. Наследик нужно. Ну, не в таких, как я. Здесь видите, какая стилька. Стилька тряпочная. Кожа, да, написана. А вот эти вот есть сороковой? А вообще, чье это качество? Кто делает? Это Россия. А, российские. Ну что, Оксана? Больше больше. Ну, конечно, они для... Мягкие? Ну да, они для поездки. Допустим, сейчас я сидела. Они просто очень хорошие. Удобно, да? Комфорт. Ну, они просто невесомые. Как тапочки вот. Подолго. Комфорт, тапочки. Тут видишь, подошва. Здесь вот у меня здесь, видишь, подошва какая-то? Нет, ну они... Ну, вот у меня то же самое. Но я еще раз говорю, нога чуть-чуть отсыревает в них. Вот эти, кстати, такие же, как в Турции. Вот на подобие мы такие брали. Тоже 2,100. Слушайте, ну цена у нас сейчас прям вообще нормальная. Можно брать. 4,000. Вот такие вот тоже кожаные написаны. Сейчас все со скидками идет. Смотрите, ассортимент какой. 4,200. Так, вот так вот смотрятся они. Смотрятся они хорошо. И одни, вторые. Но маломерят. Ну что, вот так вот это 41 размер смотрится. Вот показываю вам. Вот это уже совсем другое дело. Легкие, легкие. Нежные, нежные. Здесь большой плюс, что здесь, видите, стелька такая, которая, надеюсь, будет кипитывать излишнюю в лобу. За 1900 надо брать. Вышли мы из магазина с покупкой. Я вообще не собиралась ничего покупать. Называется вот так вот Red Glass, наверное, да, читается. Здесь, ну, не знаю. Говорят, что кожа вроде как. Ну, я так думаю, что это такие ботиночки на все времена. Потому что они, ну, не особо долговечные, мне кажется. Поэтому пусть будет несколько пар такого плана. Ну, а мы идем дальше. Еще один обувной. Я сейчас думаю, как бы мне сумку не купить. Когда обычно идешь, и тебе вроде бы ничего не надо, ты что-то покупаешь. Когда ты идешь что-то, ищешь какую-то вещь специально, ты никогда ее не купишь. Нет, ну, надо сперва выбрать какие-то. Здравствуйте. На второй пар у нас скидка, если что, в 70 рублей. А вообще, сколько средняя стоимость? А на 1619. Тысяча что-то. Мне, кстати, кругленькие нравятся. Мне всегда все пишут, что я как черепаха тортилла, а мне вот круглые очень нравятся. Ну-ка дайте-ка мне вот эти коричневые померите. Да, да. Да, да, да. Так, что-то мы сегодня уже еще зрителей встретили. Черепаха тортилла. Слушай, ну, а мне нравится, Оксана, ну, посмотри на меня. Мне всегда пишут, снимите эти очки, немедленно. А мне нравятся кругленькие. Так, а у них защита-то хоть какая-нибудь есть? 400-я юбик, категория третья, да. Третья категория. У тебя кошачьи глаза, звучит мне как-то. Не знаю, но мне вот эти нравятся. Так, ну-ка, а что-нибудь еще? Ну, для сравнения, для моей формы лица, для круглой формы лица, вот что? Нет, нет, это прозрачные. Прозрачные. Ну, они светленькие, но по теме есть вот такие. Нет, мне надо, чтобы отталла какая-то, отталла какая-то. Розовая? Да. Как это еще чуть-чуть? Типа, типа. Типа, типа. Типа, типа, типа. У меня вообще круглые нравятся. Но здесь, здесь есть окантовка? Есть, да, окантовка? И знаете, что мне здесь нравится? Здесь нет вот этих вот втулок, которые могут сломаться, потому что иногда ломаются очень часто, отчики. Так, еще какой цвет? Это как-то у нас еще. Не-не, вот это не хочу вообще. Лучше круглые. Ну, вот эти вот, наверное, светлые. Да, светлые. Да, светлые. Это серый, да? Смотрим серый. Смотрим серый. Ну, как вот тебе, какой? Мне вот больше, наверное, коричневый больше все-таки понравился. Вот, который я самая первая. Давай пакет подержу, что я не мешаю. Или вот эти коричневые. Да, вот, мне кажется, вот тот, сейчас я посмотрю. Вот эти, либо вот эти. Я люблю круглые. Но эти, смотри, тут внизу есть еще окантовка, а тут только чисто стекло. Ну, у тебя такие же утонули. Утонули у меня такие. Не, мне кажется, вот эти вот получше. Ну, подержите, как-нибудь. Давай пакет вот тоже, мне не надо. Вот эти вот мне нравятся. А они просто большие. А вы, я помнишь, были в золотой оправе? А, вот золотой, не хочешь попробовать? Где? Ну, это черные. А, ну, пометь. Ну, просто пометь, смотрите. Оксана, я выбираю. О, ну, вот эти даже прикольно, да. Да, ну, только, может быть, такие в светлом варианте. Ну, вот эти вот. Нет, только, а, в светлом, ты имеешь в виду, в коричневом, да? Да, по боку. Смотри, как, видишь, боком, смотри, как красиво. Я вижу, красивая, да. Это, базилио. Смотри, коричневые такие же. О, тут даже коричневые. Ну, слушайте, девчонки, приезжайте в охотный ряд, берите, покупайте очки. Вот, цены хорошие. Отличная цена. Да, давайте, наверное, вот эти вот возьму. 1600, да? Да. Две пары, две 200. О, а две пары, две 200. Может, ты себе возьмешь? Да, наверное, есть. Я покупала. Оксана себе не хочет, а я прям и очки купила себе. В общем, нежданно и негадно. Только что я сказала, что я не собиралась покупать обувь, не собиралась покупать очки, купила очки. Так, надо отсюда бежать. Как куда-то бежать, потому что я сейчас еще что-нибудь куплю. Ну, сумочки, я вот, знаете, что хотела себе? Что-то типа такого легкого рюкзака, чтобы не мешалась сумка. Вот я сейчас иду, у меня висит сумка передо мной. Здесь прям смотрю, одни сплошные распродажи везде. Вот рюкзачок такой, миленький, симпатичненький. 2,500 стоит такой рюкзак. Вот тоже симпатичный рюкзачок. 3,200. Но я не очень люблю, вот с такими застежками неудобно пользоваться. По факту неудобно пользоваться. 3,700. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Что, зла? Красота-то какая, да? Здесь масса бижутерии. Самая разнообразная. Ух ты. Красота-то какая. Распродажи. Все по 950 рублей. Все цепи по 950 рублей. Так, ну что, пойдем, наверное, вниз на этаж. Спустимся, как ты считаешь. И матрюшки для иностранцев сейчас, наверное, простаивают. Никому не нужны. Зашли в Коллинз посмотреть, что здесь новенькое. Мне очень нравятся у них футболочки. Футболочки, так, но что-то я как-то особо не вижу. А вот оно, смотрите. По 490 рублей футболки. Легкая, да. Знаешь, что у вас есть? Сколько? А размер какой? Ну, Эля, поиск, сейчас померю. Ну, рублей 600, наверное. Да. А тут где дали? Ну, со скидкой, наверное, скорее всего. Потому что у них здесь все надо со скидкой, я смотрю. Ну, иди, посмотри по размеру. Ну, надо мерить. Все вещи надо мерить. Потому что, ну, как ты, откуда ты знаешь, как будут выглядеть рубашечки. При покупке от 8000, 2000 рублей скидка. Тоже легкие. Тоже, смотрите, 1195. А стоила 1800 рубашек. Вот такие вот совсем легкие. Вот такой вот ассортимент. На поиске туши. Тушь, тушь, тушь. Что это за тушь? Что это за вообще фирма такая? Что-то хочу попробовать новое. Кстати, слушайте, у меня вот такого плана тени, насколько я знаю. Они очень хорошие, кстати, для бровей. Я покупала, говорю, вот такого плана у меня тени хорошие для бровей. Наркоман есть здесь духи? Наркотик, Оксан. Тушь для ресниц. Флерти какая-то. Что это за фирма? Чья это вообще? Мне кажется, фактически то же самое. А есть тут какой-нибудь 5D? Вон, смотри. Мгновенно распахнутый взгляд. Ну, это, наверное, что-то типа паучьих лапок, скорее всего. Ты так нарисован, это ужасно. То есть, это что такое? Ну, мне кажется, там объем с эффектом, видишь, накладных ресниц она идет. А можешь попробовать? Ты говоришь, ужасно. Я хочу попробовать. А это что? Приручаю к взглядам. Новая экстра черная тушь с эффектом тоже накладных ресниц. А я вот такую попробую, потом вам покажу эффект. Есть от нее эффект или нет? Вот такая вот какая-то тушь. Ну, на самом деле, у меня вот эти вот все есть. Даже могу вам показать дома вот эти вот все флаконы. Я особой разницы между вот производителями не вижу. Единственное, что мне нравится, да, герленовская тушь. Но опять же, такие как бы вот особой разницы между вот, допустим, такой тушью и герлен я тоже по эффекту не вижу. В общем, я беру. А, пойдем наркотик поищем, да? Наркотик, это духи. А? Это ар-деко. Но у меня была ар-деко. Чуть мне не очень понравилась. Ну, как бы эффекта никакого нет. Просто ты, ну, тушь и тушь. А разницы, как бы, особой нет. В общем, смотрите, в общем, в Литуале все, практически все то же самое, как и было раньше. Единственное, что сейчас везде стоят дезинфекторы. На кассе, вот, пожалуйста, на каждой кассе стоит по дезинфектору. То есть, за безопасностью следят везде. А это что, косметички, да? А мне такие не очень удобные косметички. Непрозрачные. Ну, куда вот с таким кулач? Ну, не знаю. Ну, это так. Не знаю. Все мы разные, у каждого свой вкус. Но это тоже вот шкатулка, вижу, для украшения. Пойдем. Тоже взяли. Можно идти на лук. Вот, да, вот, что за тысячи стоят. А здесь, смотрите, можно. Это что такое? А, это палеточки такие, как блокнотики, смотрите. Они запечатаны. Палетка для макияжа, а? Мультифункциональная, тоже для весны, как понимать. Да бог ее знает. А это пробник? Нет, нет, вот пробник, смотри, я его открываю. Смотрю. А, ну, наверное, с золотым эффектом какая-то тоже, скорее всего. В общем, что я хочу сказать, что жизнь в охотном ряду кипит. И я почему-то всегда думала, что здесь цены на всю продукцию выше. А на самом деле цены очень хорошие во многих магазинах. Тоже какая-то косметика. Смотри, какая помада блеск. Не знаю, Оксана. Шок-цена. Шок-цена, они, наверное, дешевые, что ли, какие-то супер. Это вот тушь 369 рублей. Ну, прикольно здесь проходить, просто вы устали. Я не устала. Я могу ходить и ходить сколько надо. На выходе, считайте, ну, на выходе или в ходе в метро. Вот такие вот колечки для телефонов продаются. Вот это интересно, зачем с глазком с каким-то. А, для камеры, наверное, Оксан, какое-то крепление. Объектив многофункциональный для мобильных телефонов. А что значит объектив? Что он делает? Подсветка с подругой. Прикольно. А, это что такое? Такого даже не видела. Что-то такой магазин какой-то. Селфи-палка беспроводная. Беспроводная селфи-палка. Вообще здорово, которая фотографирует. Но она без штатива. Может быть, здесь и со штативом есть что-то такое? Колечки, зайчики. Мне кажется... Смотри, какая прелесть. Мне кажется, это что-то по типу, вот как мы видели в Таиланде с тобой. Смотри, какая прелесть. Оксана шутит, не обращайте внимания. Нет, нет, не шучу. Здесь какие-то такие. Я вот такие, кстати, сумки люблю на пляж носить. Но они здесь маленький объем. Ну, куда тебе эту шляпу? Нет, это ты знаешь на кого? На ковбоя, похоже. Ты не видел? Нет. На ковбоя из магазина. Так, здесь все для праздников. Копилка. Я сперва не сразу поняла, что это такое. Зеркала, наушники. Боже мой, наушников-то сколько видов. В общем, какой-то магазин со всякой мелочевкой. Эти маски такие миленькие для сна. С собой вот взять, допустим, какую-то емку. Ну, хотя с собой, мне кажется, проще бутылку взять, чем вот переливать там из одного в другое. Кружки. Косметички, опять же, такие, которые можно повесить на стену. Видишь, косметички? Такая вот сумочка косметичек. А, подождите, косметичка. Это сумка для ланча, 399 рублей. Я думала, косметичек. Я увидела, говорю, такие прямо какие-то. С этой 299 рублей одел в самолете, весь полет свободный. Ты будешь надевать? Я, да. А может быть, вместо вот такой, как у тебя маска, такую можно надеть? И спать. Не указано, что у тебя должна быть маска медицинская. А таких, кстати, нет масок. Вот, он очень маленький. Видела, показали? Видела, удобно. А вот эти наборы, я смотрю, здесь. Ну, это диски ватные. Диски ватные, палочки ватные. Здесь вот для макияжа эти. Для макияжа ободки. Макияж делать. Но мне больше всего вот эти вот держатели понравились с селфи-палками. Селфи-палка, причем вообще по хорошей цене. А, слушай, а вот это, чтобы не промокло, кстати. 379 рублей чехол-карман для мобильного телефона. Вот идешь ты снимать видео, вот в такой чехол. Ну, только единственное, что звука у тебя слышно не будет, чтобы телефон не промок. А это вот Ване надо. Видела пауэрбанки? Ну, у меня пауэрбанки есть, поэтому мне не надо. В общем, вот таким вот образом, дорогие друзья, сегодня мы с вами погуляли, все посмотрели. Возвращаемся сейчас домой. У нас не стали мы оставаться там в Москве, потому что сейчас еще пока домеремся. В общем, в принципе, и так хватило. Ну, а всем огромное спасибо за то, что были с нами. Всем, как всегда, добра, удачи, позитива. И обязательно увидимся с вами вновь. Пока-пока. Слушайте, а на Комсомольской-то я не увидела. Оказывается, смотрите, здесь тоже стоят уже вот эти вот все распределительные знаки, что полтора метра дистанция. Ты обратила внимание? Я да видела, просто никто не соблюдает. А я на Комсомольской. Ну, вообще масочный режим никто не соблюдает, перчаточный. Тем более, расстояние, дистанцию тоже никто... Ну, все носят на подбородке, потому что никто не верит в защиту маски. Вирус верит, а в защиту маски не верит. Возвращаемся назад домой на электричке. Посмотрите, сейчас какой красивый был закат. Жалко, прям одну минутку не успела, прям солнце выглядывало. И тучи такие грозовые. Убегай от снов и от прожитых лет. Все равно ты себе не изменишь. И от жизни возьмешь только то, что тебе даст Господь. И не больше, не меньше.